В самом разгаре переезд. Тихонько говорю, потому что ночью все это дело больше нет времени. Сейчас поднял краном нос и пытаюсь затащить на трейлер. Покажу, что там с той стороны. О, завал. Страшные лодки. Вот так выглядит все. Вот так выглядит все. Вот так выглядит все. Время 3 часа ночи. Пора идти спать. Работа закончена на сегодня. Завтра еще гайки подтяну. Пододвину его еще. На метр примерно еще вперед можно. Первый maiden voyage на трейлере. Только что выехал впервые за порог. Переезд у нас. Надо проект перевозить. Вот так. Вот уже два месяца почти пока. После того, как мы переехали. А авосы ныне там никаких работ не производилось. Все стоит на месте. В таком же виде, в котором и было оставлено. Вот наша задача сегодня восстановить обратно навесик. Чем сейчас и займемся. Внутрь уже, говорят, вода натекла. Дожди были сильные. Ну-ка. Глянем-ка. Водичка уже везде. Нужно откачивать. Перекидываем тут, как будет выглядеть. Тиллер. Стиринг. Все такое. Вот, короче, здесь вот надо сейчас будет такую палку 1,3 метра выпилить. Это уже все давно было куплено. Тут тоже склеено дощечки. Все обработано тщательно. Будем еще покрывать впитывающие боксидкой и лакировать. Ну и, конечно же, первым делом нужно сопоставить все детали. А это не так-то просто. У меня вот тут есть купленная душечка, грузок, рейка под это дело. Так. Это ее, наверное, и будем выпиливать каким-то образом. Так. Вот так. Как-то это должно быть. можно еще сходить посмотреть, как это все будет выглядеть. Сейчас мы прям на самой лодке. Сейчас мы прям на самой лодке. У нас лечить по-друге. Вот так. Грузово. Это моя лодка. Это моя лодка. Тяжелая лодка. Главное, чтобы не задевал эту балку. Нормально. Вот этот приладил. Смотреть. Наверное, буду делать из фанеры здесь утолщение. И вот этот проем. Надо как-то все это склеить. Тиллер. Тут надо будет все обшкурить, обделать. Сначала надо склеить конструкцию, чтобы она крепкая и не сломалась. Вот основная часть склейки закончилась. Сейчас мы все это встанем. Посмотрим, где тут нужно будет обработать напильником. Где-то что-то еще подклеить. Порочите. И потом вся эта навеска. Ну, вроде бы, начаток. Здесь сильно тяжелая. Здесь щели, конечно. Что не очень хорошо. Будем обрабатывать. Вот так. Дальше. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Такая вот гладенькая структура Можно еще чуть-чуть подточить изнутри Довольно легкая Примерно как-то так Надо будет подточить, чтобы она легче вставлялась В принципе и так хорошо Должен быть большой зазор Чтобы она легко поворачивалась Помпа в действии Открыто Открыто Включаю На полчаса Несколько раз Чтобы Все окружалось Но вакуум все равно не держит Не знаю почему Потом через пару часов пленка пролипает Конечно Но все равно Не так хотелось бы В следующий раз на что-то другое придумать И так Что у нас тут получилось В момент истины Что-то подрать мне Одной рукой Вот такая штука получилась Но это не по технологии А просто Потому что В этом месте Надо было усилить Потому что Так Навешиваем Руль Одну Вот я уже примерно прикинул Чтобы тут ровно было по центру Сейчас вторую буду поставить Забыл как они называются Моряк называется Так Вот это Карандашиком отмерим Что-то по центру Как-то так Ну-ка с Посмотрим как это будет С самим рулем Точно Что-то там Очень Точно Так Все Туго Показать Это . . . . . . . . . Так, вперед. Так, вперед. Так, вперед. Так. Выклеиваем пятку мачты. Приборы и материалы. Клей. Только что разведенный. Жидковато немного. Так. Такая штука. На три слоя сделать, а потом еще покрыть файбер-классом. Такое, типа, пружинищее усиление. Такой вот кирпич для веса в пакетике, чтобы не прилипал. Так. Так. Тут у меня уже аккумулятор установлен. Сейчас мы его уберем. Так. Не знаю, видно или нет. С этой стороны. Потом покажу тогда. Смотрим на бат. Так. Называем. Приклеиваем все это дело. Три деревяшки, а там еще файбер-класс под ними. Вот. И аккумулятор. Кирпич. Вот сюда. Чтоб не съезжало. Вот все. Ох. 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 Есть. Недаром я намазал ее. Недаром я намазал ее. Ох. Отличная штука. Почти как шапка. Каска. Можно даже фотку сделать. После обработки получились вот такие детали. Не идеальные. Но. Уже работать можно. Вот. Сейчас будем. Изготавливать. Еще немножко детали. Всякие дырки сверлить. Вот такая у нас. Мачта. Труба. Вот эта вот крышка. Так вот будет. Склеим. Надеваться. И надержать. Всю эту систему. Так. Вот. В этой надо просверлить отверстие. Чтобы надеть ее. Вот так вот. С той стороны. Надо будет прикрывать. Все это дело. Вот такая же штука на нижнюю часть. И. Значит. Нижняя будет пятка. Вот так вот. Закрываться. То есть мачта так вот. Заведет. Вот таким образом. Сюда. Сюда. Надо будет. Ноги помыть только. Вот так примерно это будет выглядеть. Выпилил. Так. Это вот сюда открывается. Потом вот это вот. Внутрь. Выходит. Дальше идет болт. На болт. И вот это закрывается. Все склеим. Получается такая вот. Вполне. Приличная. Пилона. Или как она называется. Колонна. Так. Вот. Примерил. Что получается. Сейчас посмотрим. На сколько это у нас. Ровно. Так. Потом карандашиком наметим, где тут какие дырочки, где что. Вроде нормуль. Так, сейчас мы... Наверное, на низ пойдет. Пойдем на низ. Ну вот, готово. Пошлось не без приключений. Стал, когда замазывать, положил наполнитель, наложил туда много очень этого, и все, короче, потекло, и она стала вниз сползать, вся эта чаша верхняя. Пришлось палками подпереть. Ну, нижняя вроде хорошо получилась. Нормально. Сверху еще обмазал, чтобы потом зашкурить, ну, а потом трубу еще отполирую, и будет как новенькая. Проверим, как зум работает в телефоне. Так это все выглядит. Как из пластилина лепим. Так это все выглядит. Здесь легко отдирается. Смотрят, как эти палочки отдираться. Надо было ввернуть. Уже в тысячный раз ошибку допускаю. После такой небольшой обработочки началась такая аккуратная пяточка сейчас мы ее подденем как из пластилина интерьер становится все лучше и лучше немножко зашпаклевался внутри шпурил это я сделал здесь двойного назначения здесь будет выход центр борт значит вот этих веревок вот сюда будет крепиться и во-вторых такой небольшой сторидж до всяких мелких вещей если что-то туда быстро надо бросить это достать вот закончил попробуем примерить центр борт за какую-то веревочку кверху сейчас посмотрим что из этого выйдет так это Продолжение следует... 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 Так, вот выровнял тут это место для крепления майншит-трекера. Может, здесь у меня выше было, поэтому... Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы красим внутри просто на один слой, чтобы не было всяких мелких щелей, что я собираюсь все равно наклеивать вот этот такой мягкий хедлайнер, вот так вот, чтобы он лучше наклеился, не было пыли, чтобы можно было подготовить поверхность хорошо и нанести какой-нибудь сильный 3М, какой-нибудь клей с баллончика, но покрашенное. А тут сейчас все такое пыльное, все такое несовершенное. Это чтобы глаза не ело. Вот покрашена на первый слой Здесь, здесь, внизу пятка. Ну и тут тоже с мозгой сохнет. Там еще докрашу, надо еще трюмы красить здесь под низом. А там будет страшно вам сказать. На досуге сделал петельки на хатч. Вот этот анкер-локер и замочек. Вот. Вот. Еще пока не закрепленное там все. Так. Вот такой вот замочек. Здесь пришлось немножко поизгаляться. Ну вот. Сейчас откручу все. Здесь вот замазал. Заподлицо. Здесь прокладку сделал. Вот, надо все снова открутить, покрасить. Так, в принципе, крепко держится. Без комментариев, без комментариев. У нас тут более-менее сухо. Занялся. Короче. В общем-то, приклеивать можно, потому как эта штука, она прямо в воде даже, как так сказать, катализируется. Так что все окей. Вот пределы, вот эти тоже. Вот так надо ждать крепеж, пока придет. Вот. Внутри вообще уютненько так хорошо. Дождика. Не слышно. Ступенечка. Вот так. Кошмар. Прямо сюда льет. Весь дырку. Так. Идем. Так как у нас тут все покрашено. Это Prime. Второй слой. Вот. Решил сделать пока что этот самый. Ой. Такой вот шаблон. 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 Думагу наклеил. Сейчас буду учерчивать. А то я боюсь по размерам что-то не совпадает там. Но у меня сам этот плести глаз пришлось уступить. чтобы все рисунки будут сделаны помощником. Теперь задача. Короче вот этот шаблон скопировал и пытаюсь вместить короче эти два где где пилить найти короче место где пилить. Так сейчас попробуем распилить. Так. Все размечено. Как мог. Как. Затем не это мы все пилим. Ха-ха. Так. Да. Так. Как. Как. Все темнеет. А мы все пилим. Ха-ха. Так. Так. Так, надо замерить. 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 теперь внутри надо все выровнять чтобы сопли эти все не висели вот кстати таким пользуюсь австралийская недорого 19 долларов за баллон 18 вот как-то так изнутри можно уже снять пленка была повреждена поэтому дополнительно ошибся сдвинулась немного и поэтому как-то так подровняем сейчас ложечком тихонечко раз и все и 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 из-за спешки забыл очень важный шаг. Надо было эту кромку, фаску снять роутером, нормально, на столе. А я это поспешил и людей теперь насмешил. Придется сейчас вот так вот сюда. Вот что получилось. Вот тут вчера сделал такие квадратики. Будет крепление для компании Nway. Окошко вернее в компании Nway. Кусок стекла. Потом мы вот этой штукой будем закреплять, там все подмазывать. Такое окошечко будет. Там все равно еще будет герметик. Решил примерить окошечко. Ну-ка. Вот с этой стороны как видно. Это видео про то, сколько всякой фигни нужно купить, чтобы оснастить такой небольшой дремаранчик. Вот. Ну вот начнем с подушек. Обошлись мне в 60 долларов штука. Это недорого. Придется немножко их перешить. Куча хачей космосовых. Вот. Каждые где-то 60, 50-60 долларов. Вот этот вот дорогой. Это почти 600. Так. Вот это вот трак. Значит он 250 я с рук взял. Хоть и новый. Вот это у нас джиб тракс. Они 150 за два. Я уже распилил их. Так. Так. Дальше у нас идут. Что-то все. Это лебедка 220. Тут органайзер. Деск органайзер тоже 200. Вот это тут роуп, стоппер, клатч. 220, кажется. Вот. Эти все хачи они по 10, по 20. Вот. Эти вот все вот бывают что-то по 25, что-то по 15, что-то по 50. Вот. Вот. Блочки. Тут еще далеко не все. Это только на центр борт. Вот. Всякое. Они тут тоже по 20, по 50 есть. Вот. Вот. Ну тут остальная все мелочевка. И это вот все болты у меня пока что куплены только для монтажа этих бимс, лотс. Вот. Вот. Там куча всяких болтов будет. Должен быть. Долго. Здесь органайзер. И вот этот. Если будем лебедкой поставить, лебедка будет крутить. И все будет зажиматься. расстояние расстояние распыльцовки Воверболинг Делаем на миллиметр больше Фасочку, фасочку В общем, такая проблема возникла В планах этого нет У меня есть такой длинный трек, а балка заканчивается вот здесь, последняя у них остается никуда не закрепленная Я, короче, придумал взять у меня оставшиеся вот эти вот пины от балок Вот я туда вставлю их и резьбу нарежу Чуть не упало Кошмар Вот, в общем, вставлю сюда этот пин И на него посадал этот последний Гартик Все Приступаем к нанесению антискид покрытия Вот Сделал тут лентой Все Покрыл Сзади, спереди Сейчас будем делать Сделал тут Вот так. Перчатки задел, забыл одеть за паре. Сейчас надену. Так. Просто в очень небольшом эксайдинге. Так. Да, надо лучше намазать. Вот так. Как-то лучше. Так примерно. Нанесение закончено. Ушло примерно 3 литра из такой 4 литровой банки. На все вот эти места потом покажу, где я внес. Вот. И пока не высохло, нужно отодрать ленту. Иначе потом невозможно будет. Сейчас мы тут что-то изобразить попытаемся впервые. Давай. Открывайся лента. Так. Так. Вот и хорошо. Я тут начудил. Сначала это покрасил, потом пошел all the way around, это покрасил, а потом обратно вернулся. У меня получилось здесь застыло, а там нет. Вот. Надо ждать немного больше. Так. Вот что получилось. Получилось очень не идеально. Вот такие вот какие-то отрывки. Так я и не понял, когда отрывать ленту. Вроде оторвал вовремя. А получилось так, что там куски вырвались. Я подозреваю, что нужно тоньше наносить равномерно и медленнее. Не так, как я сейчас всю лодку покрасил за час примерно. Но не считая, конечно, этих самых ленты. Вот. Что получилось, то получилось. Вот они вот эти брызги с всех сторон слабого ногтем стираются. Так вроде ничего. В общем, надоело мне стукаться башкой. Вот эту крышку. Решил сделать люк растеряющийся. Вот. Вот он люк. Просто выпилил. С него. Растил. Растил вот такие палки с разных сторон. Небольшой муклон. Вот. И вот. Сделал. И приклеил. Вот. Примерно так должно быть. еще пока не доделан какие у нас новости новости у нас такие сделал крышку вернее делаю в процессе скоро покрасить раздвижной люк этот крышка всякие крышечки все зашпаклено покраски сейчас идем покажу у меня прогресс приводил тут временно сейчас хочу попробовать как он будет работать вроде нормально подниматься опускаться двигателем это вот такие интересные решения то есть мы лебедку набиваем сфиксируем лишнюю веревку сюда в карман вот здесь еще хатчи тот обычный хатчи это для веревки специальные поделены напополам вот что тут поставил клатчи в общем идет в прогресс идет потихоньку здесь вот поменял ну ладно вот этот самый клэмп собрал вот тяжелый вот 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 границы и вот вот и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это специально для того, чтобы потом приклеивать пену... Паролон... Какой-нибудь вот такой вот... Я сначала думал, что буду делать форм-бект... И это... Была акция, короче... В два раза дешевле... Обычно... всего 18 долларов баллон обычно там чуть ли не по 40 не по 50 продает такие баллончики это general а это специально от the phone ну все как обычно сначала напшикиваешь все это подсыхает и потом приклеили а это вот короче cleaner тоже очень важная вещь если где-то лишнего набрызгал быстро тряпочкой пшикнул стер незаменимое вещь вот и короче вот таким образом все приклеил вот так вот сейчас покажу вам так так потом вот ногами так вот держу и все равно короче косяки 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 повсюду вот например сверху косяк пришлось кусочки это кусочки короче бред буду когда-нибудь делать снова надо будет чуть-чуть побольше купить просто побольше купить потом сколько смогу заделаю тримом тут будет такой трим алиминовый что с таким учетом будет трима все сделал так считать все равно провода где-то надо пускать обычно под тримом пускают вот так ничего необычного на ютубе полно всяких видео как это именно делать просто трик был такой что используем все эти руки так вот все чуть-чуть кверх ногами короче вот и с этой стороны у меня работа не стоит сделал фонбэкт спинку такую сюда мягонько вот он такой вырезал может я здесь сделал с этой стороны тоже так вот так вот она приклеена не идеально но держится винил все-таки тут у меня будет подушка очень врезанную небрежно отрезал смотрим чего будет ерунда какая-то получится если чего потом какой-нибудь возьмем круглый нож который или у них там круглым как нибудь робберг марки проволочка вот точно проволочку на батарейке надо сделать она будет нагреваться эту пену так вот сейчас мы тянем спинку спинку спиночку должны быть специальные степс степлерс или как они называются у меня их нет пока что пришли пришли я пока обычно не сделаю дешевыми переделаю просто все переделаю просто все переделаю то и все так 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 какие-то хитрые должны быть хитрости а потом на ютубе посмотрю все равно переделывать надо что сделать такие каверс купил такой вот штуковину гранулированный пластик растворяется в кипятке просто вот так и просто берем и такие вот кусочки смотрим что из этого получится прямо руками по-моему так отлично тут еще надо спилить вот это все чтобы башкой не стукаться все это представляет по улучшениям что у нас много ну да так рейка просто так лежит вот короче что тут было сделано короче сделал такие вот надбровные дуги это чтобы это вот navigation lights установить так так это будет примерно чтобы если кто-то наступил там или еще что-то защитить немного там надо еще немножко подшкурить то же самое с обратной стороны так что я еще сделал такое же вот с обратной стороны надо подшкурить так так вот дальше тут вот мы ждем бракетов вот здесь я сделал такой вот бракет сейчас ищу болты то есть я максимально поднял вот этот mount бракет engine mount и сделал дополнительное вселение связь фейбергласса так потом сшил вот на выходных такой вот как sail ride рекомендует вот это такая штука хоп закрывается такая штуковина не надо открыл брал сетка от комаров так внутри что у нас сделано да почти ничего не сделано тут надо доделывать потолок вот вот электрику тут вот я сделал короче такую нишу в ней будет у нас всякие переключатели электрика сюда вот наверно аккумулятор я засуну вот а вот вчера еще попробовал трим здесь сделать как мог по уродски конечно ну что сделаешь руки кривые вот тут тоже такое будет три минуты на потолке я тоже начал делать вот пожалуй все на сегодня из улучшений жарко сейчас хочется пить мать что надо ставить изобразилка из веревок изверху как какой то фигму попробуем попробуем еще из палки заполнить рычаг я сделал не представим что не поменялся и что то как то математиста легкая ничего не замечалось так что у нас тут мачта стоит вот это я сегодня сделал буду веревки отмерять это тоже типа временное такое решение тоже приотачивал якорь примерно так будет надо будет потом усилить вот растяжки оттяжки трамплин меряем вот блоки купил